Брест глава профсоюзной организации страны посещает не впервые. В рамках рабочих поездок Михаил Орда встречается с трудовыми коллективами, отвечает на вопросы, которые интересуют людей, знакомится с успехами предприятий первичек. Очередной открытый диалог обещал быть не совсем простым. Сегодня строительный трест номер 8 переживает трудные времена в силу объективных и субъективных причин. От того, что эта ситуация затягивается, она не улучшается. То есть ее надо развязывать. Чем быстрее, тем лучше надо. Что-то реструктуризировать. Строительству всегда надо, потому что у нас сегодня увеличиваются объемы строительства. Работы по строительству нового детского сада в Заречном начались еще в июне 2017-го. Рассчитано социальное учреждение на 350 мест. Сегодня деятельность на завершающей стадии. Уже совсем скоро здесь зазвучат детские голоса. Планируется, что объект будет сдан в июле 2018-го. В своем роде это первый детский сад, который имеет три этажа. Здание будет оборудовано лифтами пассажирским, грузоподъемными лифтами. Также будут детские площадки с сневыми навесами. То есть полностью будет обеспечено пребывание детей. Общение председателя Федерации профсоюза в Беларуси с коллективом получилось конструктивным и достаточно спокойным. В разговоре с руководством строительного отрезка номер 8 Михаил Орда определил для себя несколько позиций, которые касаются функционирования организации, расчета по кредитам с банками и заказчиками. Обсуждение их продолжится уже в столице. Помочь предприятию сегодня значит не только сохранить рабочие места, но и развить структуру до организации высокого уровня. А сегодня для этого нужно постоянно повышать профессиональное мастерство. Сегодня наступает совершенно другая ситуация на рынке строительном, да и не только на строительном. Мы сегодня находимся в евразийском экономическом пространстве. Это сегодня Казахстан, это сегодня Кыргызстан, это сегодня Россия, Армения. И мы сегодня не можем кому-то преградить путь, зайти на наш рынок, на белорусский рынок и сказать, что давайте я сделаю это лучше и сделаю более качественное. И за единицу времени сделаю быстрее. Вот тот, кто приходит, казахи, русские приходят. И если такие предлагают условия, значит мы должны условия предложить не хуже. А значит надо повышать свой уровень квалификации.